Без крыши над головой, обустраивая временное пристанище. Многодетная семья Власовых из деревни Малая Слуда за один вечер лишилась дома. Пожар, произошедший поздно ночью 24 февраля, меньше чем за час поглотил двухэтажное помещение. К счастью, обошлось без жертв. Все нажитое, в том числе и документы, сгорело. Теперь Власовы, а это мама и ее восемь детей, вынуждены начать новую главу жизни с чистого листа. Для этого семье нужна ваша помощь. Наталья Юрина побывала на месте происшествия и узнала, где сейчас ютятся погорельцы. Угольный каркас и запах гари – все, что осталось от большого двухэтажного деревянного дома. Трагедия произошла 24 февраля. Пожар оставил без крыши над головой многодетную семью – маму и семерых детей. Надежда Власова – многодетная мама восьмерых детей. Старшая дочь учится в СГУ на последнем курсе и пока проживает в Сыктывкаре. На момент пожара вместе с мамой в доме находились остальные – семеро. Пламя охватило помещение ближе к полуночи. Сначала вспыхнула веранда, от которой остался только фундамент. Затем огонь начал поглощать жилые квадраты. Домочадцы в момент трагедии спали. Девочки нас спасли. Проснулись. И Кристина встала и говорит, ну мне встало жарко. Я пошла открывать окно и увидела огонь. Побежала всех будить. Началась паника. Входная дверь уже нельзя было открыть, потому что тут все было в огне. Мы собрали детей быстро. Ну мы все спали. Дети тоже, малыши все со мной были в комнате. Мы так вот в охапку и в окно туда, в зал у нас окно, на ту сторону, получается, и мы у всех туда покидали. Что смогли, одеяло, не одеяло, куртки, что-то покидали, чтобы… И вот побежали в баню. У нас здесь баню засыраем босиком. Из бани Надежда вызвала спасателей. Пламя тушили всю ночь. Дом выгорел полностью. Все нажитое и документы превратились в пепел. Автомобиль около дома тоже пострадал. После пожара первые часы мама с детьми ютились у соседей и родственников. Однако ЧП семью на время разлучило. Двоих сегодня отправили в Зеленецкую школу. Там есть как интернат при школе, чтобы можно было где жить и учиться. Трое детей уехали к отцу, к Ухту. И двое детей у меня осталось здесь, в садике, самый младший, и приемная девочка Олеся в школе. После трагедии в социальных сетях опубликовали пост помощи. Собирали первое необходимое всем миром. Заявление на матпомощь, пока документов нет, погорельцы написать не могут. Пока ни слуха, ни духа. Вот я хотела Людмиле Юрьевне, Любовь Юрьевне обратиться, это глава нашего района. Обеспечьте данную, семью, технику. Это же в ваших силах. Нет, все ссылается на деньги. Но деньги на уровне района и деньги у каждого человека, который помогает, это все-таки разные вещи. И я хорошо знаю, что сейчас помогают обустраивать гренаду и лозы мебелью. Так, вот с чайки вот здесь вот мебель туда несут. А почему нельзя эту мебель какую-какую, те же матрасы, те же кровати отдать ей? Мир не без добрых людей, столкнувшись с бедой, Надежда Власова в этом убедилась. Организация ООО «Часова», в которой работает многодетная мать, выделила временное жилье прямо в конторе. Помещение не в лучшем виде, но строители потихоньку латают. Неравнодушные жители коми передали одежду и констовары. На собранные деньги Власовы купили необходимую технику. Здесь мы перекроем, как бы здесь будет стеночка такая. Поставим сюда дверь и это будет наше место жительства. Туалет и следующую комнату мы тоже сразу делаем, потому что там тоже, чтобы... Ну, это общего пользования, но чтобы было возможно туда вообще детям ходить. И вот Душкадину хотим поставить следующую, но там упали потолки, и поэтому вот там пока питальнее надо делать ремонт. Старые окна тоже требуют замены. Обновление обойдется в 80 тысяч рублей. Нужны многодетной семье стройматериалы и мебель. Что касается будущего Власовых, то Надежда понимает, что отстроиться заново ей будет одной практически не под силу. Однако сейчас важно привести в порядок временное жилье, чтобы семья воссоединилась вновь. Помочь Власовым можно, отправив средства по номеру, который привязан к карте. Телефон указан на экране.